МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости дня. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видео-улики. Российские срочники на камеру рассказали, как воевали под Иловайском. Дело Юлдашева. В чем обвиняют прокурора Киева? Забытая семья. Почему родные первого убитого в Крыму офицера скитаются без жилья? Туши свет, сливай воду. Рост тарифов продолжается. За что еще придется платить втридорога? А судьи судьям кто? Прокурор Киева Сергей Юлдашев оказался под пристальным вниманием Фемиды. Подробнее о том, что инкриминирует ему генпрокуратура, в сюжете Елены Митясовой. В прокуратуре Киева переполох. В отношении начальника генпрокурора открыто два уголовных производства. Злоупотребление служебным положением и получение взятки. Инициатор проверки деятельности Юлдашева, зампредседателя профильного комитета Рады Виталий Куприй. Когда я стал депутатом, то в Киеве до меня начали обратиться люди. Я решил набирать всю информацию. Там примерно 10 эпизодов, которые вказывают на то, что он брал хабарит, что он покрывал незаконно наркопритоны, проституцию. Там очень много всего происходило. Сейчас прокурор Киева в отпуске написал заявление, сообщили в генпрокуратуре. Мы дозвонились прокурору, но комментировать ситуацию он отказался. В генпрокуратуре ситуацию пока тоже на камеру не комментируют. Нет информации на сайте. В профильном комитете недоумевают, как Юлдашев удержался на должности. Да еще пошел на повышение. Во время правления Януковича он сначала работал в Днепропетровской прокуратуре, а потом в зампрокурора Луганской области. А должность столичного прокурора получил летом прошлого года. Елена Митясова, Вадим Белич, подробности телеканал Интер. И вот ближе к вечеру Юлдашев нашел все же время для общения с прессой. В эти минуты он проводит брифинг. Там находится моя коллега Елена Зорина. Она очень внимательно выслушает все ответы прокурора под подозрением. И немного позже все расскажет нам в прямом включении. Так что еще вернемся к этому громкому скандалу. Новое свидетельство непосредственного участия российской армии опубликовала СБУ. Видеоматериалы подтверждают, что на Донбассе воюют наемники из России и других стран, а также бойцы регулярной российской армии, в том числе и солдаты-срочники. Еще во время Иловайского котла один из бойцов батальона Донбасс снял уникальное видео, которое пока нигде не фигурировало. Полутораминутный ролик беседа с захваченными в плен в Иловайске российскими солдатами, двумя танкистами из 6-й танковой бригады и двумя десантниками из 31-й десантно-штурмовой. Мамы, папы, смотрите, ваши дети здесь. Они живы, они здоровы. Если у нас получится, мы выведем их отсюда живыми и здоровыми. Поймите нас, нам не нужна лишняя кровь. Но вы там, вы там, в России, постарайтесь, чтобы другие такие дети не приехали на эту землю. Украинские бойцы договорились с боевиками, что в обмен на жизни этих россиян им дадут выйти из окружения. Не дали. Автор видео залил его на файлообменник до того, как попал в плен. Скачать смог только после освобождения, 2 марта. В СБУ говорят, в заложниках у боевиков еще около 400 человек. В ближайшее время может состояться очередной обмен. Может, вы сегодня в вечере или в ночи будет этот так называемый обмен Оксаной. Но сколько там людей, я знаю, но назвать не могу. Еще одно подтверждение участия российской армии в боевых действиях в Украине – вот это видео из Кыргызстана. Гражданин этой страны, который летом, наслушавшись пропаганды, отправился на Донбасс воевать с хунтой, вернулся на родину разочарованным. Никаких фашистов я не видел в принципе. Я действительно видел российские войска. Как они, каким манером заходят, как они воюют. У вас сомнений нет, что там Россия война. Никак может быть сомнений, если мы вместе с ними воевали вместе. Рассказал Манас и о финансировании боевиков. Говорит, деньги тоже идут из России. Зарплата – несколько сотен долларов в месяц. И то с перебоями. Так за последние пару месяцев им заплатили только после захвата Дебальцева. Максим Кошелев, Геннадий Аникенко. Подробности – телеканал «Интер». Перемирие на Востоке до сих пор соблюдается лишь в одностороннем порядке наших военных. И сегодня неоднократно атаковали боевики. Больше информации узнаем от Эльвины Сеидбулаева. Она работает на самом горячем направлении – Мариупольском. Эльвина, здравствуй. Расскажи нам подробно о ситуации. Да, Алексей Широкина. Недалеко от Мариуполя. Боевики по-прежнему стреляют по позициям украинских военных. И сегодня из запрещенных минометов калибром 120 мм. Незаконные оружие формирования продолжают провокировать наших военных на открытие огня. Они выводят на огневые позиции танки, постоянно работают снайперы, обстреливают наших военных. Но мы на провокации не поддаемся. Широкина практически полностью разбомблена террористами. Местные жители массово выехали кто куда. Одни к родственникам, другие скитаются по съемным квартирам. Многие вынуждены жить в социальном центре. С собой успели взять самые необходимые вещи и документы. Сотрудники центра стараются максимально помочь беженцам. Все они с нетерпением ждут окончания войны, мечтают вернуться, хоть и в руины, но к себе домой. Думали, ну два, ну три, ну неделю, и вернемся назад. Сказали, что ночью, что все прекратили. Все бросили все и побежали. Хоть на руины, но в село свое. В свое село пошли. Там уже побито все. Более ста мариупольских пограничников сегодня возвращаются домой. В течение года храняли подступы к портовому городу. Домой, увы, вернулись не все. На жаль, не все повертаются додому. Были нас втраты. В память наших любимых товарищей за птиц и за лицо в нашем сердце. В загоне 12 загребных. Не верится. Ну так, не знаю. Кто думает, что это вас? Другие детей, супруга, мать, отец, друзья, которые помогали. И вот сегодня вечером представители миссии ОБСЕ провели пресс-конференцию, отметили, что побывали в Сопино и оттуда наблюдали за ситуацией в Широкино. Говорят, пока были там, обстрелов не было. Но, как сообщили в штабе АТО, уже вечером боевики снова открыли огонь. На этой трассе стрелкового оружия и гранатомета. Широкино остается по-прежнему горячей точкой в мариупольском направлении. Вот миссионеры не уверены, что боевики полностью отвели тяжелое вооружение из зоны военного конфликта. Представители наблюдательной миссии все еще не могут свободно передвигаться на территориях подконтрольных боевикам. Алексей. Спасибо, Эля, за работу. Это были новости от Львины Сеид Булаева. И далее на связи Вениамин Трубачев. Он тоже там, на востоке. Веня, какие у тебя новости? Да, Алексей, как уже говорили коллеги, боевики продолжают нарушать условия перемирия и стреляют по позициям украинских войск. Вот в Донецкой области из стрелкового оружия и автоматических гранатометов террористы вели огонь по поселкам Опытное и Песке, а также по городу Авдеевка. В Луганской области периодически обстреливается село Троицкое и слышны взрывы на окраине Попасной. Автоматные очереди пока что идут. Ага, спрацует. Ну, с тяжкой техникой зараз. Залпы огня никто не стреляет. У нас по документам перемирия было. А уж перемирия на данный час зараз перерывали, перемирия немае. Если нам будет стрелять, мы ему что-то не будем. В Попасной, как говорят, местной непривычно тихо. В этом районе украинские военные продолжают укреплять свои позиции. А бойцы нацгвардии в основном патрулируют улицы и следят за тем, чтобы в город не проникали диверсионные группы боевиков. Пока нет активных боевых действий, есть информация, что террористы под видом местных жителей переходят на контролируемую Украиной территорию. Статичка невелика. Списки у нас давно уже есть. Кто был отношения к блокпостам, к незаконных группам, которые проводили работу о протистоянии украинской армии и, естественно, украинскому народу. Вот еще месяц назад, когда в Попасной шли активные боевые действия, это был пустынный город. Сейчас местные жители массово возвращаются домой. Но все-таки многие опасаются, что снова начнутся обстрелы. Вот как сейчас живут люди в Попасной, предлагаю посмотреть мой репортаж. Город возвращается к мирной жизни. Зимой во время обстрелов в Попасной на улицах не было ни души. Сейчас уже гуляют люди. Алла Шевчук вспоминает бомбежки, как страшный сон. Когда попала, мы успели заховаться в ванну. Потом сына открывает дверь, а там ешь, убачить. Ну вот этаж, балкон полностью разбили. Алла ночевала в подвале вместе с соседями. Часть вещей все еще лежит в бомбоубежище. Там же запас воды и консервации. Помидоры есть, морковка, огурцы, кабачки, салаты. То есть в случае чего на первое время есть? На первое время, да, есть покушать. Некоторые люди до сих пор живут в подвалах и стараются не выходить на улицу. Страшно. В Попасной больше всего от обстрелов пострадал район Черемушки. Здесь практически все дома разрушены. Нет стекол, крыш в стенах, дыры. В таких условиях жить нормально невозможно. Но понемногу люди возвращаются домой. В Попасной много мародеров. Они грабят оставленные дома. Сергей наведался в свою квартиру посмотреть, все ли на месте. Жить дома пока невозможно. Батареи холодные и разрушен балкон. Заехал глянуть, чтобы мародеров не было. У меня у друга подвал полностью почистили. У одного дом почистили. Даже спутниковую антенну эту украли. Попасную боевики бомбили круглосуточно. Попал снаряд и в этот дом. Пробил крышу и два этажа. Сейчас рабочие отстраивают здание. Сейчас производится демонтаж четвертого этажа. То есть для того, чтобы добраться до перекрытия третьего этажа. После того, как это все пройдет демонтаж, будем восстанавливать все обратно. В городе снова открылись магазины, банки и почта. Возобновили подачу электричества и газа. А вот вода есть не во всех районах. С водой плохо. Башня разбита. У нас воды нет. Неизвестно, когда будет. А свет, газ есть. Каждый раз, когда привозят гуманитарную помощь, это большое событие для людей. Выстраиваются огромные очереди за едой. Продукты. Овощи, хлеб, морковочка, сало, хлебчик. Спасибо. Спасибо, что привозили. Местные жители больше всего нуждаются в стройматериалах. Но говорят, что и своими силами все восстановят. Лишь бы не стреляли. Надеемся на лучшее. Ждем. Мира, мира, мира. Только мира ждем. Вениамин Трубачев и Игорь Сули. Подробности телеканал Интер. Попасная. Луганская область. Также вот люди в прифронтовых зонах. Ну а теперь о том, как выживают по соседству с врагом. Мы ежедневно говорим с жителями оккупированных Донецка и Луганска по телефону. Вот что они рассказали сегодня. В аптеках нет элементарных лекарств. Ни аналгина, ни аспирина, ни фурацелина. Есть даже лучшие, но приобретать их не за что. Цены продолжают расти. Очень тяжелое положение. Просто катастрофическое. Продукты не завозятся. Супермаркеты пустые. Детского питания практически нет. Про такие моменты, как соки, я там вообще молчу. Сегодня пошел на рынок. Не продали тухлый фарш. В районе третьего километра, явно даже на маршрутке едешь, видно, вот как перегружают из фур, вроде как гуманитарной помощи, там у нас микроавтобусы, в которых сидят казаки. Очень быстро перегружают себе гуманитарку и куда-то едут дальше. В том числе это гуманитарка, как с того, что должны были у гончана. Ряженые клоуны, которые лишние пакеты риса или грижи продались. Сегодня прошлась по магазинам Донецка. Кумбрия 120 гривен, картофель 12, гречка 32 гривны, яблоки 30, тоже 32 гривны. Что самое страшное, очень много старых людей просят подать им на хлеб. Я насчитала 16 человек. То есть идешь, смотришь и просто ужасаешься. В Донецке раздается работа артиллерийских орудий, похоже на минометные разрывы. Это где-то в районе Донецкого аэропорта. Продолжается учение армии ДНР. Много военных рассредоточилось на улицах Киевского и Куйбышевского районов. Явно идет отработка движений, уличных боев. О принятом накануне Верховной Радой законе об особом порядке самоуправления в некоторых районах Донбасса говорили сегодня на встрече в Киеве президент Украины и генсек Совета Европы. Петр Порошенко рассказал, чего ждет Киев после вступления этих законов в силу. В Константиновке попрощались с 8-летней девочкой, погибшей в трагическом ДТП. На молебен собрались несколько сотен человек. Были ли провокации или нет, и какая обстановка в городе в целом, расскажет Ярослав Кречко. С самого утра возле дома, где жила 8-летняя Полина, собираются люди. В 12 часов начинается молебен. В последнюю путь девочку провожает несколько сотен человек. Те, кто знал ее лично, и те, кто просто пришел почтить память ребенка. Это горе не одной семьи. Это горе нашего города и страны. Погиб ребенок. Невинная душа. Отца нет. Отец в России остался. Она была для мамы от Рада. Одна единственная. Мама жила ради нее. Ради этой Полины. Мать Полины в больнице. Анатолий, крестный отец этой женщины. Но ни его, ни даже родных, пострадавшие пока не пускают. Виктория в тяжелом шоковом состоянии. Хотя физически понемногу идет на поправку. Говорят, что сегодня уже кушают. Я не был, потому что не пускали в больницу пока. Восьмилетнюю Полину похоронили на городском кладбище. У всех, кто провожал девочку в последний путь, на устах слова о справедливом наказании виновников ДТП. Прощание с погибшей восьмилетней девочкой прошло спокойно. Люди продолжают нести цветы к месту трагедии. Город усиленно патрулирует милиция. Хотя сегодня массовых митингов в Константиновке уже не было. Самые активные участники беспорядков в Константиновке задержаны. Речь идет об организаторах и тех, кто поджег две милицейские машины и автобус. Обстановка в городе стабильная, но угроза провокаций остается. Раздувается негативная информация в интернет-сетях. Все эти сайты зарегистрированы на территории Российской Федерации. И призывают людей к акциям неповиновения, выходу на улицу и массовым беспорядкам. Трагическим ДТП занимается военная прокуратура. По решению суда двое военнослужащих, которые ехали на бронемашине, как минимум на время следствия будут под арестом. Им грозит 8 лет лишения свободы. Ярослав Кречко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Пятерых мобилизованных судят в Харькове. Список обвинений довольно внушительный. От наркотиков до покушения на жизнь. За громким процессом следит Лидия Калинина. И в стекло. Пуля, которая ранила жену, она попала через стекло. Пуля раздробила часть черепа. То есть, где-то такого куска, наверное, черепа у нее нет. После ранения у матери Мальяны, у Ольги, отказала рука. Только сейчас женщина начала ее разрабатывать. На заседание суда Спарышевы пришли всей семьей. Рассказывают, в тот день ехали крестить внучку. На окружной дороге увидели машину, полную солдат. Стояло неудобно, пришлось объезжать. Внезапно бойцы стали их догонять и заблокировали проезд. По версии следствия, расстреляв машину, солдаты поехали дальше, в сторону Донецкой области. Их часть стояла тогда в Янакиеве. На трассе захватили микроавтобус. Водителя, им оказался гражданин Германии, избили, ограбили и выбросили из машины. А после напали еще на двоих человек. Муса получил пулю в руку. Говорит, они с дядей остановились на трассе. Показалось, что у бойцов сломалась машина. Хотели помочь. Задержали бойцов по горячим следам на блокпосте в Изюме. Экспертиза показала, четверо из них были пьяны. У одного нашли в вещах метамфетамин. Покарание в виде позбавления воли от 7 до 10 лет позбавления воли. И за особо тяжелый злочин от 10 до 15 лет позбавления воли. Або до вечного позбавления воли. Трое бойцов теперь на подписке о невыезде. Еще двое за решеткой. Так отвечают все подсудимые, кроме Сергея. У него самая тяжелая статья покушения на убийство. С этой формулировкой не согласен. Говорит, пострадавшие сами его спровоцировали. Пострадавшие эти заявления опровергают. Сергей же настаивает, натворил все из-за нервного срыва и неосторожности. И надеется на более мягкую статью. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. Личник Януковича объявлен в розыск за препятствование проведению мирной акции возле Межигория. Теперь бывшему начальнику службы безопасности президента грозит до пяти лет тюрьмы. Вот правда, из Украины Кобзарь уже сбежал. Скорее всего, он переходит в Россию. И если будет достоверно известно, что, например, человек находится в России, и, соответственно, будет направлено уже международная правовая процедура будет запущена с приводу экстрадиции. Почему Кобзаря объявили в розыск только сейчас? В прокуратуре утверждают, что все это время устанавливали его причастность к преступлениям. По некоторым данным, в Украину бывший президентский охранник возвращался в марте прошлого года. Якобы хотел приватизировать служебное жилье. И о другом оборотне в погонах. Ярый антимайдановец, сторонник русского мира в украинском добровольческом батальоне. Более того, рядом с его командованием. Андрей Анастасов с подробностями. Достоянием общественности эту историю сделали бойцы одного из добровольческих батальонов МВД, которые сейчас воюют в Луганской области. Рассказывают, летом у них появился командир казачьей роты Виктор Иванович Олейник. Позывной Сташек. Со странными привычками. Пьянки, прогулы, а потом и вовсе. То ли трусость, то ли предательство. В момент появления диверсионной группы, когда личный состав, это, скажем так, за счет диверсионной группы, он приказал, то есть дал команду на прекращение преследования. В связи с этим диверсионная группа ушла за пределы, вы поняли, да? За все это, по словам бойцов, Олейника уволили, но он тут же начал строчить жалобы на командование батальона, обвиняя во всевозможных грехах. Затем даже втерся в доверие к Михаилу Гаврилеку и заручился его поддержкой. Тот до сих пор не понимает, как так получилось. Я делал заклик, как вы знаете, по интернету, закрыл лекарь людей, ставить землю в ряды и идти защищать нашу державу. Таким образом, и он прошел. Самое интересное началось, когда бойцы батальона решили копнуть биографию Виктора Олейника. Вот он, черноморский казак в Одессе, призывает единомышленников бороться с ужасными бандеровцами и ратует за Россию матушку. Вот отправляет тетушек на киевский антимайдан. А вот и сам на сцене одесского антимайдана. Выражение не стесняется. Почему не до сих пор еще на Майдане? Почему не может наше руководство с Майдана сместить? Но после победы революции Олейник резко перекрасился, рассказывают одесские евромайдановцы. И добавляют, не верят, что человек мог измениться. Он не просто открыто поддерживал антимайдан. Он был одним из тем, кто раскручивал вот эту вот фишку так называемой Новороссии. А тут такой резкий кульбит, я его не понимаю, этого кульбита. На днях в интернете появилось видео с признаниями самого Олейника. Сбивчиво он что-то говорит об ошибках прошлых лет. Мы не ссоруем, что так получилось. Я сказал, хлопцы, дети можем кровью изменить, что нас так крепко обманул. Я думаю, что сейчас команду. Теперь украинские бойцы гадают, кто это был. Простой конъюнктурщик-аферист или, может быть, агент вражеских спецслужб? В МВД нам сказали, что пока комментировать ничего не будут. Где находится сейчас Олейник, неизвестно. Андрей Анастасов, Екатерина Лысенко, Ирина Исаченко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Красивых и трезвых собирали сегодня по всей Москве, чтобы согнать на Красную площадь. Там концерт. Год как Крым отжали. О песнях «Крым нашей» и других новостях из российской столицы. Данил Русаков. Хит-парад украинских персон Анграта на главной сцене России. Скандально известная певица Валерия Лепс. И, конечно же, граждане, горячо поддерживающие власть. Правда, сторонников Кремля организаторы звали выборочно. В интернете были такие объявления. Ждем трезвых и красивых. Им по 300 рублей даже заплатить обещали. Но с нынешним курсом доллара это все равно сущие копейки. На фоне всех торжеств и массового ликования незамеченная оказалась одна важная тема. В Москве прекращает работу пресс-центр Новороссии, международной террористической организации. И многим теперь непонятно почему. Причем ликвидацию объявили аккурат сегодня, в такой-то знаменательный день. Известно, что так называемый пресс-центр больше не будет публиковать новости. Останутся лишь авторские заметки. Сам же проект связывали с одним из фигурантов кремлевской, крымской истории, деятелем администрации Владиславом Сырковым. Я полагаю, что Владимир Путин никогда не делал ставку на проект Новороссии всерьез. Он хочет, чтобы его признали равноценным, равноправным и полноправным субъектом переговоров о судьбе мира. Новороссия в этом смысле ерунда. Это разменная монета. День выдался и вправду знаковым. В Кремле ведь еще днем подписали договор о так называемом взаимном сотрудничестве с Южной Осетией. Это тоже самопровозглашенная республика. По официальным сообщениям там теперь будут раздавать российские паспорта с удвоенной силой. В Схинвале вместе с Москвой займется обороной, а по сути милитаризацией региона российскими войсками. В Государственном департаменте США, Евросоюзе, что ожидаемо, в официальном Тбилиси документ не признали. Стратегии в отношении частей Грузии после признания Кремлем их так называемой независимости. Все эти годы не было. Абхазию, Южную Осетию, духовные скрепы раньше как-то не задевали. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Обещанного больше года ждут. Семья майора Карачевского, это первый украинский военный, убитый российскими оккупантами в Крыму, до сих пор скитается без жилья. С вдовой и детьми общался Кирилл Ющишин. Семья Карачевских приехала в Николаев вместе с эвакуированными из Крыма военными. Мама Ольга, старший сын, первоклассник Влад и пятилетняя Софийка. На первый взгляд и не скажет, что эти дети пережили ад. Соня с радостью показывает, чему научилась в кружке гимнастики, а Влад зовет играть в шахматы. Самое главное тут король. Если короля нельзя убить, его могут только в плену. Мапа учил. Ну и в чем главный секрет, чтобы победить? Думать. Об отце они вспоминают часто. Говорят, так легче пережить горе. Станислав Карачевский одним из первых погиб от пули во время российской агрессии в Крыму. Ольга сама военная, служит в морской авиации с солдатской выдержкой, сдерживает слезы. Рядом мать Станислава. Она теперь живет вместе с невесткой и внуками. Чтобы облегчить ее жизнь, я знаю, что с детьми ей тяжело будет. Вот. Что не мог дать мой сын, я хоть частицу возьми еще. Вчетвером они живут в небольшой двухкомнатной квартире. Ее арендовали и оплачивают волонтеры. Хотя сразу после трагедии в Крыму новое жилье Карачевским обещали предоставить чиновники. Изначально, я так поняла, ставились сроки вообще от месяца до трех. Ну, вот так вот. Ну и вот он, этот срок растянулся уже по сей день. В прошлом году Кабмин выделил средства на покупку двух квартир в Николаеве для семей погибших военных. Но из-за скачков доллара денег хватило только на покупку одной. И не для Карачевских. Пока еще мы ждем. Будет уточнение бюджета. И на уровне Министерства обороны, Кабинета министров, есть такое запевнение, что эти деньги будут выделены и квартира будет придана. За этот год семья сменила несколько адресов. Ольга говорит, бывали случаи, когда хозяева жилья отказывались его сдавать в аренду, узнав историю семьи. Водова надеется, что правительство в ближайшее время выполнит свое обещание. И дети первого погибшего защитника Украины не останутся на улице. Кирилл Ющишин, Богдан Ивнов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев. Вот так и живем. Выбираем лица новые, а подходы у них к людям старые. О схемах работы правительства, кстати, сегодня говорили и в парламенте. В чем обвиняли и за что сегодня голосовали, знает Екатерина Лысенко. В отличие от вчерашнего заседания, сегодня парламент работает без постоянных перерывов. И хотя не за все, но голосуют. Одно из первых решений касается мобилизированных. Треба поширить сбережение рабочего места, сбережение заработной платы, которая уже передбачена, иснующим законодавством, на термин на 18 месяцев. Потому что строковая служба есть 18 месяцев. И сегодня, фактично, много людей не повернутся через год, через 12 месяцев, а залишатся на фронте. Зато предложение оппозиции сегодня зал не поддержал. Те предлагали переголосовать уже принятый закон, который запрещает показывать российские сериалы. Мол, при голосовании регламент нарушили. Мы просим скасовать данное голосование и переголосовать в другом читании с выполнением требований Конституции и регламентом Верховной Рады Украины. Ведется, что отдельные порушения норм регламента при расследовании проекта закону 13.17 имели место. Когда этот закон принимали, правки вносили с руки, а из тенограммы непонятно, за что в итоге проголосовали. Неясно, какие сериалы можно показывать, произведенные с 1991 или 2014 года. Когда Сюмар вносит правку и говорит, что в этой правке идет 15 статья, что все, что до 2014 года выработано, показывать можно. За финальным текстом въясовывается, что показать это не можно. Дело не в этой постановке, а дело в том, что идет тотальное наступление на свободу слова в нашей стране, что всегда вызывает отторжение у людей. Проголосовали сегодня и за ряд изменений в налоговый кодекс. Но не все, что планировали, приняли. Не приняли, а вернее, не дошли до президентского законопроекта, который предлагал сделать службу в военном резерве из добровольной, обязательной. Мога идет о том, что они, превратившись с фронта, будучи демобилизованными, стоят в первую очередь для имоверной мобилизации под час оголошения военного станка. Зато успели сегодня в парламенте и трибуну поблокировать. В делах правительства депутаты вместе с отстраненным главой финансинспекции усмотрели старую схему. Что до зловживания на более 7,5 миллиардов гривен, которые были выполнены уже новым урядом, так называемым новым урядом. Уряд совершает масштабную коррупцию, но публично задает вопрос, где брать деньги для функционирования государства во время войны. Чтобы найти деньги проводится эмиссия гривен, скорочаются социальные выплаты, сближаются податки, бережутся международные кредиты. Я официально вернусь к Генеральной прокуратуре Украины, переведу выше выкладывающие факты. Антикоррупционный комитет обещает разобраться, а в пятницу задать вопросы к админу прямо в зале во время традиционного отчета правительства. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Сергей Коваль, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Платежки будут еще страшнее. Уже с 1 апреля. Ждите новые тарифы не только на газ и электроэнергию. Подорожать может вода и отопление. Об этом сегодня заявили в Министерстве ЖКХ. Тариф на холодную воду может вырасти на четверть, на горячую – более чем в половину. А вот тепло в батареях станет на 73% дороже. По подсчетам МинЖКХ, если сейчас тепло в однокомнатной квартире в сезон ежемесячно обходится примерно в 600 гривен, то будет почти тысяча. Впрочем, новые расценки пока не утверждены. Последнее слово за Нацкомиссией по вопросам регулирования в сфере коммунальных услуг. Но в повестке дня завтрашнего заседания повышения тарифов пока нет. Если национальный регулятор переглянул тарифы на газ, переглянул тарифы на электроэнергию, то, конечно, будут и перерахованы тарифы на тепловую энергию и послуги централизованного. Есть ли украинские пленные на Северном Кавказе и трагедия в Тунисе? От рук террористов погибли туристы. Все подробности узнаете во второй части выпуска. Франкфурт лихорадит. Кто устроил погромы в центре города? Шпионские игры. Какие приемы использует Россия в борьбе с НАТО? 17 туристов стали жертвами вооруженного нападения в Тунисе. Неизвестные с автоматами Калашникова ворвались в музей, расположенный рядом с парламентом, и открыли огонь. Также нападающие взяли нескольких заложников. В ходе спецоперации полиция ликвидировала двоих террористов, погиб и один полицейский. Жертвами атаки стали туристы из Германии, Италии, Испании и Польши. По информации украинского посольства в Тунисе, среди погибших украинцев нет. Новоселье в клубах дыма. 90 полицейских травмированы. 500 митингующих задержаны. Это сводки из немецкого Франкфурта. Там сегодня протестовали левые анархисты и антиглобалисты. В связи с открытием новой штаб-квартиры Европейского Центробанка. Татьяна Лагунова подробнее. Франкфурт на Майне в клубах черного дыма. Горят баррикады из шин, мусорные контейнеры, полицейские машины и пожарные расчеты. Разбиты витрины магазинов и окна жилых домов. Остановлен общественный транспорт. Центр города полностью блокирован. На улицах тысячи демонстрантов со всей Европы и полицейские. В полицию летят камни и петарды. Она отвечает водометами и слезоточивым газом. Там стычки, стычки. Это протест против открытия новой штаб-квартиры Европейского Центробанка. Его организовало движение Блокюпай. Оно объединяет десятки организаций, партий и профсоюзов левого толка из разных стран Европы. Мы решили блокировать открытия, поскольку считаем, что нечего праздновать. Политика Центробанка ведет к обнищанию. Демонстранты против самого новоселья в небоскребе и стекла, на строительство которого потратили более миллиарда евро. Против финансовой политики Центробанка и режима жесткой экономии, который тот навязывает странам Евросоюза, переживающим финансовый кризис. Ну и против капитализма в принципе. В сегодняшний день показал, что люди злы и разочарованы кризисной политикой Германии и Центробанка. Что могу сказать? Афины уже во Франкфурте. Снаружи протесты, внутри торжества. Несмотря на демонстрации, новоселье состоялось. Глава Центробанка поблагодарил полицию и сказал, что понимает демонстрантов. Но все равно будет спасать евро, так же, как и раньше. Зона евро – это не политический союз, где одни государства постоянно платят за другие. Всегда было понятно, что страны должны сами нести ответственность за свою политику. Удалось ли гостям выбраться из здания, пока неизвестно. Протесты во Франкфурте запланированы до позднего вечера. Такие беспорядки в Германии – большая редкость. Так что явно эту тему будут обсуждать еще долго. Что стало причиной столкновений, кто их начал и как не допустить подобных протестов антиглобалистов во время саммита Большой Семерки, который этим летом состоится в Германии. Но власти Франкфурта будут подсчитывать нанесенный городу ущерб. Татьяна Лугнова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала «Интер». Настоящая фиаско социологов. Накануне выборов в Израиле результаты всех опросов предрекали партии нынешнего премьера сокрушительное поражение. А вот что вышло, расскажет Сергей Ауслендер. Еще за несколько часов до выборов опросы показывали. Партия Ликут во главе с Нетаньягу получит от силы 24 места в Кнессете, а их главный противник – левоцентрический блок «Сианитский лагерь» – все 30. Когда начался подсчет голосов, соперники поначалу шли вровень, но потом левые вдруг стали отставать. В итоге партия власти получила 30 мандатов, а «Сианитский лагерь» – всего 24. Левые до последнего не верили в свое поражение. Результат позволит нам вернуться во власть. Но мы еще ждем окончательных подсчетов. Еще ничего не ясно. Увы, все уже ясно, как день. Премьер-министром Израиля снова будет Бениамин Нетаньягу. Это уже четвертый его срок на посту главы правительства. По сумме лет, проведенных в этом кресле, он абсолютный политический рекордсмен государства. Но политическая система Израиля устроена таким образом, что выиграть выборы – это полдела. Теперь надо формировать коалицию. И вот тут начнется самое интересное. Я уже ночью переговорил с лидерами всех партий национального лагеря и призвал их присоединиться ко мне и без всякого промедления приступить к формированию правительства. Реальность не дает нам времени ждать. Израильские граждане ждут от нас ответственного руководства государством. По закону 28 дней отводится на формирование правительства. И это будут 4 недели жестокого торга. Все, кого Нетаньягу зовет к себе в кабинет министров, будут требовать от него. Министерские кресла, лакомые посты, деньги на реализацию своих предвыбранных обещаний и еще много чего. Левые в коалицию не пойдут, они останутся в оппозиции. Поэтому Нетаньягу после его невероятной победы придется совершить еще одно чудо – собрать разношерстную кампанию израильских политиков, сформировать из них устойчивое, работоспособное правительство и потрудиться еще несколько лет. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Пропал без вести, попал в плен. За год отойте слова звучат довольно часто и многим уже практически не режут слух. Но ведь за ними, этими сухими фразами, судьбе военных и их близких, на что они все же надеются? Станислав Кухарчук продолжит. Имя, воинское звание? Бабанка Вадим Викторович. Старший солдат. Старший солдат. А это кто? Это женщина. А это его жена. Именно эта женщина изображена на фотографии. Муж Виктории Вадим попал в плен к боевикам 20 января. Из-за сильного тумана его подразделение напоролось на вражескую засаду в Донецком аэропорту. До вчерашнего дня о судьбе любимого человека Виктория вообще ничего не знала. Связи с ним не было. Он знает на память только своей матери номер. До нее позвонит. Вона мой номер дала. И вчера он звонил. За радостью тут у меня было, конечно. Ну, так, конечно, у него голос подавленный. Но настроек нет совсем. Он держится. Самое главное, чтобы почувствовать, что живет. Аршанский учебный центр погранслужбы. С первых дней АТО его курсанты воюют на передовой. Главную аллею возле плаца пограничники назвали Аллеей Славы. Здесь фотографии 14 солдат и офицеров, погибших на востоке Украины. Это старший солдат Ушкалов Дмитрий Александрович, это старший солдат Малешко Сергей Михайлович, солдат Овчарик. Фотографий этих пятерых бойцов здесь нет. Судьба их неизвестна. Пограничники числятся пропавшими без вести. Уже восьмой месяц командование центра пытается хоть как-то и что-то узнать о ребятах. К поискам подключили и СБУ, и разведку. Каждую неделю звонят близким и успокаивают. Мы поддерживаем, и мы очень верим и надеемся, что их дети и наши военнослужащие на сегодняшний день живут. И мы их ближайшим временем вернем к своих домов. Это волонтеры-переговорщики. За помощью к ним обратились пограничники. Надеются, бойцы живы и находятся в плену. Волонтеры проверяют информацию по своим контактам на подконтрольной боевикам территории. Пока безрезультатно. Мы допускаем, что больше ста человек находятся где-то в России. Потому что есть свидетельские показания, как вывозили людей. Это, естественно, Северный Кавказ. В первую Чеченскую была развита работорговля. Допускаем, что и наши солдаты могут попадать в рабство в том числе. Вадима Бабенко дома ждет шестилетняя дочка. У малышки появился шанс снова увидеть папу. Его фамилию недавно внесли в список по обмену военнопленными. Перед этим обменом он почти нечестный. Я очень надеялась, что он попадет. Но он не попал. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Черкассы. Подробности. Телеканал Интер. Россия использует все более изощренные способы борьбы с НАТО. Но вот один из примеров. Радиоразведка вместо рыболовных сетей. Оксана Кундеренко изучила и другие более изощренные приемы нового времени. Рыбаки-шпионы. Звучит абсурдно. Но именно такую тактику используют российские военные в новой холодной войне против Запада. У Путина есть целый флот рыбацких траулеров, напичканных современным оборудованием. В водах Северного моря у британских берегов засекли по меньшей мере шесть таких кораблей, сообщил журналистам высокопоставленный адмирал. Сюда ловят сигналы с военных баз королевства. Знают, например, когда в воздух поднимаются истребители на перехват российских самолетов. Такое в последнее время часто случается. Если в 80-х британцы могли без проблем нейтрализовать шпионов, сейчас на вооружении у России более продвинутые технологии, да и армия более диспособна. Лорд-командующий опасается непредсказуемого Путина с ядерным чемоданчиком. Ведь международные нормы ему нипочем. А еще адмирал уверяет, президент России защищается как может. Как ни крути, у Европы и Америки больше военной мощи. И чтобы ее продемонстрировать, этого не скрывают. В Шотландии уже осенью проведут крупнейшие за десятилетия учения НАТО. Бойцы 12 стран Альянса на суше, воде и воздухе будут отрабатывать мастерство. Вся идея этих учений заключается в том, чтобы максимально повысить боевую готовность. Мы должны быть способны отразить любую угрозу. Россия тоже не дремлет. То авиация и танки тренируются на юге. Теперь вот военный флот Баренцева моря срочно подняли на массовые учения. Не рыбаками едиными. Угрозу Западу представляют российские подлодки. Специальные патрули уже прочесывают берега Шотландии, чтобы не допустить в своих водах чужих субмарин. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Киношные гонки полицейских на улицах Лос-Анджелеса. Шварценеггер нарушитель. И электрошокер. Как средство против пьяных россиян на борту самолета. Об этом они только далее в нашем обзоре. Ядовитая корреспонденция. В Белый дом пришло письмо с цианидом. Его доставили в понедельник. Первичная проверка не показала наличие угрозы. Но при повторной конверт назвали предположительно позитивным на наличие цианида. Секретная служба США ведет расследование. Беспринципный Элтон Джон. Музыкант носил сумку Дольче и Габбана после того, как объявил бойкот этому бренду. Артиста возмутило то, что Доминика Дольче раскритиковал процедуру зачатия в пробирке. А ведь именно таким путем у Элтона Джона появились дети. Но несмотря на бойкот, музыкант не стесняется носить в сумке этого бренда свой ланч. Арнольда Шварценеггера отчитали австралийские полицейские. Звезда экрана и бывший губернатор Калифорнии ездил на велосипеде в Мельбурне без шлема. За это ему грозило 146 долларов штрафа. Но полицейские, узнав Шварценеггера, отпустили его, посоветовав купить в ближайшем магазине шлем за 5 долларов. В Лос-Анджелесе полиция более часа преследовала женщину, угнавшую автомобиль. Лихачку не остановили даже полосы с шипами, которые подложили полицейские. С пробитыми колесами она мчалась по встречным полосам и на красный свет, пока шины окончательно не стерлись. И только после этого сдалась на милость полицейских. Электрошокерам по алкодебоширу. Федеральное агентство воздушного транспорта России планирует вооружить пилотов и стюардесс пластиковыми наручниками и электрошокерами, чтобы они могли утихомирить буйных пассажиров. А еще ввести понятие авиахулиган и штрафовать таких нарушителей порядка. Американец нашел своего апельсинового брата. В аэропорту Мэй Джоу встретились писатель Мэтт Стапера и ресторатор Ли Хунь Зунь. У первого в прошлом году украли айфон. Второй купил его, но не удалил аккаунт. Так, фото китайца на фоне фруктового дерева попали в инстаграм американца. Увидев снимки, тот написал об этом статью. Она попала в китайский сегмент интернета и буквально взорвала его. Пользователи отыскали нового владельца айфона, которого прозвали апельсиновым братом. И организовали встречу с Мэттом Стапера. И вернемся к громкому судейскому скандалу. Генпрокуратура против прокурора Киева. В чем его обвиняют, мы вам рассказали в начале выпуска. Сам Сергей Юлдаш весь день отмалчивался, но вот только сейчас провел брифинг. Как же отвечал на обвинение ГПУ? Спросим у Елены Зориной, она все слушала внимательно. Лена, здравствуй, мы теперь слушаем тебя мы. Добрый вечер, Алексей. Да, буквально только что закончился брифинг прокурора Киева Сергея Юлдашева. И вот, собственно, то, что он заявил. Начну с главного. Производство одно, а не два, как ранее говорили в СМИ. Сам Сергей Юлдашев сейчас в отпуске. А информацию о том, что начато уголовное производство, он узнал из интернета. И поэтому решил так поздно собрать журналистов. И вот, что он думает по этому поводу. Я, еще раз говорю, я не связываю это ни с какой-либо местью. Я не понимаю, кто за этим стоит. Я просто констатирую факт, что по обращению Народного бюджета к Украине зарегистрировано уголовное производство. То, что содержит в себе само обращение, ну, почитайте его. Но оно смешное, на самом деле. Следователь в любом случае, ну, разберется. Сергей Юлдашев, напомню, подозревают в превышении служебных полномочий. Преступление начинается с 2007 года. Но сам прокурор Киева вести свое расследование не будет. Об этом он заявил на брифинге. Обещает дождаться результатов проверки и расследования его коллег из генпрокуратуры. Впрочем, одна из версий, вот с чем это связано, у него есть. Я не готов принимать решения кадровых вопросов по лицам, подпадающим под закон об очищении власти и увольнении из должностей. Еще раз акцентирую ваше внимание, что это не те, скажем, прокуроры, которые участвовали в рассмотрении уголовных дел, либо же в представлениях об забрании мероприятий. Это те прокуроры, которые занимали определенные должности. И жду решения генерального прокурора по мне. На этом можно потерять работу, но не самоуважение. Вот речь идет о люстрации. Это, собственно, касается почти 60 коллег, тех прокуроров, которые работают в прокуратуре Киева. И Сергей Юлдашев пока что подпись под их увольнением не поставил. Ну, а сам Сергей Юлдашев в органах прокуратуры работает с 2001 года. Назначен был на должность прокурора Киева летом 2014-го. А в разные годы занимал должности в прокуратурах Днепропетровской области, Луганской области. До назначения прокурором Киева работал в прокуратуре Деснянского района. Ну, а уже в следующий понедельник он готов выйти на работу. Ну, и, собственно, будь что будет. Алексей, у меня пока все. Вот интересно, конечно, что будет громкая история. Доживем до понедельника. Спасибо, Лена, тебе за работу. Это была Елена Зорина с брифинга прокурора Киева, за которого взялась Генеральная прокуратура. Ну, что ж, таким был этот день. Такими были его подробности. Спасибо, что смотрели нас. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин